И зрелище такое ужасное было, но Бог помиловал тогда, я вкратце так расскажу, помиловал тогда и меня, и мальчика, и он продолжил чудеса свои, и в течение 10-15 минут, пока его привезли в королевец, в ближайший райцентр, это было в Сумской области, и, знаете, Бог полностью исцелил этого мальчика, полностью, полностью, 10-15, ну максимум, так я думаю, минут, они приехали на скорой помощи, ну как УАЗик, скорая помощь, это такая нескоростная совсем машина, и в общем-то, то есть она хотя бы называется скорая помощь, но на самом деле она такая медленная помощь очень, и из медикаментов, буквально как по задорному получилось, одни носилки из медикаментов, то есть как бы, но, то есть вот, но это глубинка такая, знаете, вот такая глубинка, ну село, по сути село, и я думаю, что Бог, наверное, мешался еще потому, что, значит, ну видел, что, ну развал такой, разруху, ну там без чудес, у нас без чудес не проживешь, у вас еще можно без чудо прожить еще как-то еще, знаете, у нас там без чудес порой не проживешь вообще никак, вот, и, потому что Богу незачем творить чудеса, если, допустим, хорошая медицина, допустим, да, вот, а если ее нет никакой, то Бог там, Он какой-никакой, он вмешивается вообще, по-любому вмешивается. И, ну это шутка, конечно, но... И вот мальчика этого Бог полностью исцеляет. Я узнал об этом попозже, потому что я оставался еще на месте происшествия, долго, очень долго ждал там милицию, там час-полтора, наверное. Я там много времени ждал я. Когда они приехали, милиционеры, они там, значит, смотрели место происшествия, мотоцикл этот. Ну, мальчик был на мотоцикле, школьник был. Он без права просто выехал покататься из села одного в другое село, оказывается, представляете? И прямо вот через, ну, как говорится, украинский такой автобан. То есть, ну, большая дорога. И когда капитан их милицейский там смотрел эту дорогу, замерял тормозной путь, все смотрел, видел мотоцикл там, прочее там, что было на дороге, кровь там, стекло, он сказал сразу, что, говорит, случай летальный, все, ну, в морг. А я говорю, знаете, нет, говорю, не в морг, а в реанимацию повезли. Он говорит, это ненадолго, в принципе, по всем гаишным приметам это смертельный случай. Я не стал ему говорить, что так оно и было, что Бог поднял мальчика. Я сам был немного так в шоке. И потом, когда уже в Королевец приехали с милицией, вы знаете, друзья мои, я узнаю в кабинете у следователя, узнаю такую историю, продолжение вот этой вот истории. Потому что исцеление, оно было не на моих глазах. Знаете, вот воскресенье, оно было на моих глазах, я прочувствовал это своей шкурой, будем так говорить физически даже, прочувствовал это воскресенье, потому что я чувствовал время молитвы его тела, как будто это была часть моего тела. А потом, когда он вернулся, снова заполнил свое тело, я перестал его ощущать вообще. И я узнал в кабинете у следователя продолжение истории. Оказывается, мальчик был полностью исцелен, полностью, абсолютно, как будто он не ломался никогда вообще. И я узнал об этом, ну как исследователь, собственно, от врача. Врач скорой помощи зашел, и он начал рассказывать все такое об этом чуде. Начал с того, что он атеист, потом говорит чертовщина какая-то, а потом начал там рассказывать, что это не приснилось всем нам, это не была массовая галлюцинация, потому что не только на месте происшествия кровь, но и в машине тоже кровь оставалась свидетелем, что это все было на самом деле, это не было там всеобщим каким-то, не знаю, сном. Дело в том, что кровь-то была, но он как будто бы не ломался. То есть голова, когда они узнали об этом уже в Королевце, то есть через 10-15 минут после того, как они забрали с места происшествия. То есть Бог совершил чудо, может, даже и раньше. Просто они обратили внимание на то, что голова целая, и он целый полностью, уже в Королевце. И голова как будто не ломалась, даже кожа как будто не рвалась. И мальчика раздели, там больница и поликлиника, все там в одном комплексе. Хирург пришел, мальчика полностью раздели, смотрели, ну, говорят, привезли его с ДТП, с дорожного транспортного происшествия. Вот, и хирург смотрел мальчика и говорит, а где эти признаки какие-то ДТП? У него все целое. Ну, так, внешний осмотр показал, что он полностью целый. Не только голова, а вообще полностью целый. И потом его делали снимки с него, проверяли его там кости, там внутренние органы. И делали потом повторно снова все, потому что снимки были невероятными. Ну, как говорится, очевидно невероятные. Но и первый, и второй вариант показали одно и то же, что мальчик полностью целый, как будто бы даже не ломался вообще. Представляете, как будто не было никаких там травм, там ничего. Кстати, еще было чудо, мне так рассказали потом, что почему хирург забраковал первую партию снимков, потому что, говорит, там было вообще чудо большое. Потому что этот мальчик уже, оказывается, лежал у них в хирургии с переломом когда-то. Но это было уже давно. Он уже зажил, все нормально срослось, там с первого раза срослось. Уже ходил в школу, даже гонял на мотоцикле. Но как бы хорошо ни срослось, след от перелома должен был бы остаться на снимке, он должен был виден. Но следа не было. И поэтому первую партию врач забраковал, потому что считал, что это просто, видимо, там что-то с техникой, с аппаратурой. Но не могло бы быть такого, чтобы все так вот исчезло. И тем более мальчик, он отвечал, кстати, адекватно все, кто он такой, что и прочее. Рассказывал все и признался, что он лежал в хирургии, лежал в такой-то палате, значит, там все, у него был перелом, травма. Но и повторные снимки, когда делали, то же самое подтвердили, что все целое, кости все целые, как будто не ломались. То есть Бог не только новые раны исцелил, но и старые, след от старого перелома тоже исчез. В течение каких-то минут. Потом его органы были все целые, мозг на месте, никаких там гематом, там кровоизлияние, никаких там порывов тканей. Органы все целые, полностью целеется Леханникова. Лишь одну проблему нашли, которая невероятная проблема. Дело в том, что когда врач рассказывал все следователю, а я-то был в комбинете, я слушаю, и я со стороны смотрю, мне так интересно, следователь просто въезжал в кресло, знаете, вот так вот въезжает, просто его как будто вдавливало в кресло. А врач говорит, это еще не все. А что еще? Знаете, таким потухающим голосом, а что еще? И так слишком много стресса для одного дня, знаете. И оказывается, врач сказал, мы даже не можем поставить ему сотрясение мозга. По дороге они там кое-что писали, все надо было вытирать, потому что он полностью целый, полностью чистый, голова у него здоровая. У него вот такой аппетит, короче, с таким аппетитом лет до ста доживет еще. И оказывается, когда смотрели, они обнаружили одну проблему, но это была не проблема, как будто бы он давно уже не ел. Они спрашивают, ты когда вообще ел в последний раз? Какой пятилетке, как говорится? А он отвечает, вот ел там, как говорится, вчера и третьего дня. А сегодня ты что-то ел? Он говорит, да, там ел. Одним словом, брехать ему смысла не было, одним словом, да. Но в нем куда-то все это исчезло. Его спрашивают, ты там писал, какал, значит, когда, значит, все. А врачи все подробно расспрашивают. Он там говорит, да, там и писал, и какал, но сегодня еще не какал. Вот такие подробности. Они его спрашивают, а как в тебя все это, значит, исчезло? То есть представьте себе, он кушал, но в нем это исчезло все. Представляете, вот как интересно, да? То есть Бог не только его исцелил, он каким-то образом убрал у него из, ну, как бы внутри, из кишечника что-то вот убрал. Пищу. И они поняли, что мальчик на самом деле очень хочет кушать. Знаете, он, оказывается, пока там его делали повторные все снимки, они там еще рассуждали, не спешили. Другие врачи пришли, время-то затянулось уже. Вот, а мальчик там твердил одно все. Я, говорит, умираю, я есть хочу. Хоть что-нибудь дайте мне поесть, хоть что-нибудь. А те, мол, галлюцинация, у него там бред и прочее. А когда посмотрели внимательно, так не врет, на самом деле голодный. Ну, ладно, это было уже без комментариев от врачей, потому что врачи просто говорят, это просто необъяснимо никак вообще, абсолютно. То есть ему смысла не было врать никакого. Вот, значит, но они видели, что он давно уже не ел, как будто бы там, ну, неделю больше там он ни крошечки не получал, никакой пищи, абсолютно. И вот, и потом его привели в эту столовую, больничную столовую. А это было под праздники дело, это было перед вербным воскресеньем. Знаете, вот перед Пасхой, воскресный день называется вербное, да? Вход Иисуса Христа, вход Господнем в Иерусалим. А накануне этого вербного воскресенья называется Лазарева суббота. То есть суббота, когда вспоминаются события воскрешения праведного Лазаря. А это было в пятницу, под Лазареву субботу. Тоже интересное совпадение такое, очень интересное. То есть по ту субботу, когда вспоминается воскрешение праведного Лазаря, значит, вот это все произошло. И вот, и, а под выходные многие больные были, ну, самовольные, или как еще не знаю, значит, ну, вне больницы. Видимо, домой ушли, а на столах много порций было, накрытых, но не тронутых абсолютно, и этот мальчик, не поверите, одним словом, вы поняли, как говорится, обожрем капиталистов, одним словом, этот мальчик очень много взрослых порций съел, а санитарки, медсестры, они в шоке, они переживают за него, как в него все влезает, во-первых, маленький, как говорится, ни вида ни величия, не смотри, что маленький. Да удаленький. Одним словом, он там много всего съел, а потом, ну его оставили на ночь еще в больнице той самой, ну вот, да, к чему я рассказываю, я сам был в шоке, честно говоря, это я сейчас такой верующий, знаете, в общем-то, я был тогда не очень верующий, я был даже похож на того еврея, который говорил Иисусу, верю, Господи, помоги моему неверию, знаете, вот, потому что, когда его Бог полностью исцелил, вот эти вот врачи, видите, они быстрее в это все поверили просто-напросто. Ну, я Богу благодарен за то, что ему от нас, он от нас не требует большой слишком веры, какой-то там супер, мега-гипер-там веры, он требует очень немногого, да, с горчичным зерном буквально, то есть он как бы самую малость, какую можешь себе позволить только веры, и для него это уже достаточно, чтобы делать чудеса. Вот, и я Богу благодарен за то, что он, на самом деле, он совершает то, что он совершает. И вот, это было чудо, это было впервые в моей жизни, когда вот мертвый не только поднялся, а еще и исцелился полностью, надо же, и притом так быстро. Если бы мне сказали, что вот через месяц он бы ожил бы, допустим, ну, не ожил, а вот исцелился бы через месяц там, через два, я в это больше поверил бы, как бы быстрее бы. Вот, что дальше было? Дальше было чудо другое. А, кстати, со мной тогда, я был за рулем УАЗика, ну, знаете, такой русский джип такой, да, такой УАЗик, не который, буханка такая, а вот такой, как джип. И вот, и со мной была моя жена, и тогда наших, с ней пятеро киндеров, у нас тогда было пятеро, сейчас у нас шестеро уже. У нас шестой ребенок родился вот три года назад, скоро будет три годика ей. И вот, и тогда при торможении, к сожалению, вот у нас вот в этом плане есть в чем каяться. Вот, мы ехали не пристегнувшись никак, вот, ну, теперь я, как стал в Германию ездить, я уже стал много каяться в этом, и учиться все-таки пристегиваться и прочее, прочее. Ну, вас не хочешь заставить, да, 40 ойра, да, или сколько нам платят там за непристегнутый ремень? Сколько, 40 или 70? Вау. Но все равно одни условия много. Значит, кто больше, да? Или больше дают все-таки? И еще, при том, взятки не берут ваши, да, полицаи? Не берут? Тяжелый случай. Не, ну, хороший случай, слава богу. Надо вашу полицию к нам, а нашу к вам. Нет, в смысле, на, как бы, ну, переподготовку, что ли, как бы. Сержант Жлобенко, да, пиатор у детей. Ну, ладно, значит, и... Да, или сержант Жлобенко с утра ничего не ел, говорит. Это так представляется, так. Ну, ладно. И, кстати, вот про сержанта, значит. Вот там я познакомился в Крылевце с одним милиционером. Он гаишник, вот тот самый, что замерял тормозной путь, капитан милиции ГАИ, значит, его, мой тезка, тоже Сергей, только фамилия моя, Журавлев, а его Шкура. Интересно, фамилия Шкура. Я думал, может быть, Шкуро, как вот этот, как бы, контрреволюционер. Нет, именно Шкура. И вот, значит, и потом, значит, оказывается, этот Шкура, Сергей, значит, он, значит, на дороге уже, как говорится, не первый год. Ну, в смысле, вот не так на дороге, как там. А, кстати, на дороге из Москвы в Петербург. Если бы Радищев сегодня бы ездил бы, он бы там такое написал бы. Да, проститутки, батюшки и гаишники. Проститутки, батюшки и гаишники. От Петербурга до Москвы. Вот они, как бы, через одного. Ну, ладно. А батюшки почему? Знаете, почему? Освещают машины. Сезон начинается, охоты. Освещают машины. Едут машины, и они предлагают. Стоит батюшка, у него приз Куран свой. Знаете, освещение отечественной машины, столько это стоит. Иномарки больше суммы. А спросили, почему иномарки больше цена стоит? Потому что инославная. Да, это не анекдот, это реальный случай, на самом деле реальный случай. В жизни бывает такого, что в кино не придумаешь такого. И вот, ну ладно. Дай Бог всем покаяться и проституткам, и батюшкам, и гаишникам. И вот, значит, и знаете, друзья, значит, тогда, когда все это происходило, значит, еще кое-что произошло. Я так вкратце скажу, потому что времени немного, что тогда еще одно чудо произошло, такое впечатляющее. Знаете, я слышал голос. Как говорится, хотите верьте, хотите нет. Я слышал голос реально громко. И это было удивительно. Я понимал, что Бог говорит. Со мной была моя жена в машине, но она ничего не слышала, оказывается. А я слышал очень громко. Я думал, это слышно не только в машине. Думал, это слышно далеко за пределами машины. Вот так вот. Знаете, когда в машине включают, допустим, я так не люблю, но вот вижу, молодежь катается, допустим, включает музыку так громко, что аж машина вибрирует уже, знаете, вот так вот громко. А здесь вот такое ощущение, что на самом деле громкий голос говорил, что слышно за пределами машины далеко. А оказывается, даже в машине со мной моя супруга ничего не слышала и дети ничего не слышали. Так вот, и это был Бог. Он говорил очень громко, и Он сказал три раза одно и то же. Я слышал три раза одно и то же, и это были вопросы, один вопрос тот же. Я не могу это передать, но скажу только одно, что это было следующее. Вот ты это видел, только не так, как сейчас, а громко очень, знаете, громко. Ты это видел, и я не мог отвечать ничего, я только одно говорил, что да, Господи, и все. Опять еду, опять ты это видел, а потом третий раз я услышал еще кое-что. Вот так будет и с церковью. Представляете? Вот так будет с церковью, и с церковью. И после того я ничего уже не слышал, и эти пять лет ничего не слышал. Но, самое интересное, сами собой места Писания стали всплывать, сами собой. Вот пока ехал дальше до Киева, еще час, наверное, ехал, сами собой вспоминались места Писания из 11 главы Атеана, там, где сказано, Иисус говорил о себе, «Я есть воскресение», «Я есть воскресение». Знаете, постоянно одно и то же это крутилось в голове, это место Писания. Потом, «Я есть воскресение и жизнь». А потом еще, «Я есть воскресение и жизнь, и верующий в меня, даже если и умрет, оживет». Знаете, и до самого Киева то же самое, а уже въехали в Киев, уже за полночь, и я перестал все это вспоминать, и это не приходило мне уже на ум. И удивительно, что на самом деле, друзья мои, я убежден, что церковь и православная церковь, вот в первую очередь у меня молитва, конечно, за свою деноминацию, но и в целом христианство, в целом, оно, скажу так, по большому счету, обречено на реформацию, на воскресение, потому что Иисус, Он с нами во все дни до скончания века, потому что Иисус есть воскреситель церкви, Он есть воскресение наше и жизнь наша. И, друзья мои, на самом деле, вот с того времени, когда мне некоторые люди говорят, «Вы что, верите в реформацию православия? Не до жиру, быть бы живу». И вообще, когда мы реформация, вообще там даже и не пахло этой реформацией. Знаете, вот у меня с того времени не то чтобы вера моя там какая, а вот я понимаю так, что я пощупал руками однажды эту реформацию. Просто хоть сейчас на мне хоть кол на голове чеши, я знаю точно, что реформация будет. Я знаю точно, что люди, многие эти батюшки эти, сегодня позорящие имя Иисуса, они будут прославителями имя Иисуса. А я, разве я не был позором Иисуса? Я был позором Иисуса много лет. Но, друзья мои, сегодня я проставляю Иисуса. Как раньше позорился, я проставляю Его. Как я раньше позорил Его? Я расскажу как-нибудь завтра еще кое-что. Я Его очень сильно позорил одно время. Я скажу следующее. Однажды в Киеве уже, когда, знаете, вот, да, я преподавал в Иисус-Навине, тогда в Библейском институте, а там, это в 98-м было году, 98-98 год, и вот 10 лет назад получается, да, и вот там, в институте, там половина, наверное, студентов, даже больше в то время, были наркоманы бывшие, преступники бывшие какие-то, там, сутенеры там и кто-то еще. То есть почти ни одного порядочного человека там не было в этом институте. Бывшие все были такие вот отрави да выбрось вообще. И вот, а при том наркоманы в основном. И бывшие, уже освобожденные, но, значит, там, как бы, значит, понятно, с такой страшной судьбой. И вот один брат мне там говорил, батюшка, вы не могли бы заехать с нами, говорит, к одной наркоманке, помолиться за нее? Ну, говорю, ну, ладно, в принципе, что, ну, как тот солдат, да, могу молиться, могу не молиться, могу копать, говорит, могу не копать, да. И вот, значит, ну, я могу молиться, хорошо, поехали. После школы мы поехали, сели, поехали. А я взял-то и не подумал, и пообедал хорошо еще, успел пообедать. А приезжаем туда, ну, как назвать, это не знаю точно, но это место такое очень страшное. Квартира, с виду обычная квартира, открываешь, а там такая вонь, хоть топор вешай. Значит, оказывается, знаете, пахнет разложившимся телом, как будто бы умершее тело лежало там долго. А к ужасу я узнаю, что эта женщина живая, просто она заживо вот так вот гниет. На постели, постель ее, это как большой какой-то памперс, будем так говорить. Вот, сама она, ну, голая фактически, потому что, значит, ну, на ней и кожи, собственно, не осталось уже. Вот, значит, она была вся, ну, так как гниющая. Вот, на ногах, это было зрелище просто незабываемое, были видны кости, то есть она прогнила до кости. И ее ноги, это было без кожи, это было мясо, гной и кости. Вот все, что я видел, как бы, значит, ужасное зрелище. Глотка у нее сгнила, она провалилась туда. То есть она, но она была живая. Она не могла шевелиться никак, но она была живая. Она глазами выдавала, что она живая. И она могла еще пальцем шевелить на одной руке. Вот и все были ее функции, что она могла сделать. И там наркоманы были в шоке от нее, что она до сих пор никак не может умереть никак. Вот, они приходили, значит, там, ну, и варили там наркотик и прочее. И вот, тот брат сказал, что эта женщина готова молиться. Почему он знает, оказывает, ну, она молилась уже с ними. Каким образом, говорю, молилась? Она же вообще не может ничего не разговаривать, ничего. Они с ней общаются вот как раз глазами. Они, допустим, ей говорят так и так, вот ты там, допустим, слышишь нас. Если слышишь, понимаешь, то моргни, допустим, два раза глазами. Или дай знак там пальцем. Она раз шевелит пальцем, моргает глазами. Значит, она слышит, понимает все, реагирует. Вот и все функции были у нее. Она не могла ни поворачиваться, ни шевелиться, все. Вот, вот что было. Зрелище ужаснейшее было. Знаете, как будто бы в фильме ужасов только вот, ну, ты в нем оказался как бы в телевизоре прям. И, а я еще поел, еще как на зло хорошо. Вот, вы знаете, вот такое искушение такое. Я там сижу, мне вот так вот, мне поташнивает, мягко так говоря. А мне еще стульчик поставили прямо возле нее. Представляете, какой кошмар. Я там сижу, я не знаю, о чем мне там проповедовать. Я думаю, одно лишь бы мне там не обливаться, значит. А то скажут, батюшку пригласили, а он там все там обливал, значит. Вот, ну, они ж не предупредили, что там такой, ну, тяжелый случай очень. И вот, и я там что-то говорил. Тот бывший наркоман тоже, значит, там что-то говорил. Она соглашалась молиться, судя по тому, что она моргала нам, значит, там. И мы поняли, что она с нами молится. Я еще понял, потому что молится, потому что присутствие Бога было. Вот, вы скажете, в таком ужасе, да, в таком ужасе, но был Бог. Он вот реально как-то прямо аж шкурой как-то чувствовался, что там Бог. Вот среди этого всего ужаса, что там происходило. Кстати, я однажды в Новороссийске молился за одну умирающую женщину. Ну, молодая женщина, еврейка, она умирала от СПИДа. И, значит, она была наркоманкой, и вот так получилось, что вся их команда, вся их группа, они заболели СПИДом этим, значит, и все вымерли. Она последняя осталась, вот, и она умирала. Я застал ее в последний, ну, предпоследний день ее жизни. Она лежала в палате, и мы посетили больницу в Новороссийске, где лежат уже, как говорят, уже все, уже последние случаи, больные СПИДом. Значит, и со всей России туда свозят, значит, там какие-то лекарства, какие-то там дают, какие-то там препараты, но они там умирают каждый день, очень много. И вот я там проповедовал, мы ходили по палатам, молили за этих людей. Ужасное зрелище, конечно. И вот та еврейка, она, я думал, ей лет 15-16. Оказывается, ей там уже, ну, она уже, оказывается, молодая женщина, просто она так вся высохла, вся, вот такая, как девчонка, знаете, совсем. И такая Барби такая лежит, знаете, страшная, как Барби, говорю. Ну, в смысле, в таком плохом смысле, что она такая, очень-очень такая худая. И она, значит, не, не, что я против Барби, не, не. Значит, и вот, и она согласилась, да, я зашел в палату, она лежит там, я говорю, девочка, давайте помолимся с вами. Она говорит, я умираю. Я говорю, знаю, значит, но я хочу помолиться с вами, чтобы вы, значит, с Богом жили, были вечно. И некоторым я говорил, Бог давал слово о чуде, а некоторым Бог не давал такого слова. И я их ложно не обнадеживал, я говорил то, что чувствовал внутри. И я сказал ей, что я пришел помочь вам. И она говорит, а я еврейка. Я, ну, то есть в храме там православия никогда не было, я так понял. И я сказал, а вы знаете, говорю, я верю в Бога Израилева, говорю, я верю в Бога Авраама, Исаака, Якова, как и вы верите в Него. И я рассказал ей об Иисусе Христе. Кто такой Иисус Христос? Это, говорю, спаситель всех. Он, говорю, еврей сам был. Она говорит, я знаю. И вот мы с ней побеседовали. И я ей рассказал об Иисусе. Мы с ней вместе молились. А потом я благоставил ее вот этим благоставением, которое я очень люблю, не только с того времени, но и с того времени еще больше полюбил это благоставение. Я его мало просто использовал раньше, до того случая. А тогда, знаете, просто экспромтом, мне пришли на ум такие слова. Я говорю, знаете, давайте я за вас помолюсь по-еврейски. Она говорит, как вы знаете евреи? Я говорю, так я немного учу, говорю, но я молитвы знаю на еврейском языке. Я говорю, давайте я помолюсь за вас вот такой молитвой благоставения. И когда я помолился, она так стала плакать. И Бог так пришел сильно. Так сильно Бог пришел. Вы знаете, удивительно. Она потом, когда уже немного пришла в себя, она говорит, я всю жизнь прожила, не знала, что я буду умирать, и будет батюшка молиться за меня на еврейском языке. А потом мы уезжали, когда с Новороссийского, знаете, значит, я сказал братьям, знаете, говорю, братья, вообще, если бы даже ради этой одной девушки, мне нужно было с Киева сейчас приехать сюда, это уже не зря я приехал. Это победа. Эта женщина, она с Богом, она с Иисусом. И, ну ладно. И про ту наркоманку, да расскажу все-таки немного, чуть-чуть. Тот случай ужасный был, конечно, с одной стороны. С другой стороны, очень такой обличительный для меня. Потому что, когда мы помолились с ней, все, я приехал домой, я себя даже ругал немного, ну так укорял. Думаю, зачем я полез туда к наркоманам, думаю. Вот пусть наркоманами занимаются бывшие наркоманы. Я же батюшка. И, знаете, такая мысль, да, я стирал, мне казалось, я вообще весь пропах этим всем, знаете, вот этим трупом. И потом такая мысль такая, на ночь уже просто молился, ну, Бога поблагодарил, вы знаете, и такая мысль пронеслась где-то так вот вокруг, знаете, вот такая мысль. Благодарю тебя, Господи, что я не такой, как вот там прочие человеки или как вот та вот наркоманка, просто батюшка, к тому же покаялся, все нормально. Ну, примерно такая мысль. Я ее отогнал, но она мне где-то внутри понравилась, эта мысль. Знаете, это похоже, как вот, допустим, борща предлагают, да? А ты, нет-нет, спасибо, а сам думаешь, вот еще бы предложили бы еще раз, а то вроде, что самое голодное, что ли, сразу как бы так неприлично вроде соглашаться. И вот я с той мыслью не согласился, но я потом понял, что она мне где-то внутри понравилась. И когда я уснул, во сне Бог пришел. И каким образом пришел? Это было удивительно, так уже много не буду говорить. Скажу следующее, что во сне я увидел кое-что. Я увидел, что та грязь, в которой я был, грязь религиозного культизма, многобожия, идолопоклонства, она в глазах Бога оказывается еще более грязная, чем грязь, наркомания, алкоголь, блуд, в чем жила та женщина и умирала. И я услышал голос, прямо вот уже потом как тьма такая, и я слышу голос во сне же. Это был сон. Но не только сон, потому что когда я проснулся, опять это звучало то же самое. Только это было в 98-м, да, наверное, году, думаю, все-таки. И вот голос говорил несколько раз одно и то же. Буквально цитирую, что для того, чтобы спасти тебя, мне понадобилось больше усилий, чем для того, чтобы спасти наркомана, алкоголика или проститутку. Держи то, что ты сейчас имеешь, дорожи тем, что ты сейчас имеешь. Вот это слово. И оно было сказано несколько раз. А потом, знаете, я проснулся уже, лежу на кровати, проснулся уже, все, пришел в себя, такое утро, такое солнечное, и...